В минувшую пятницу пленарным заседанием завершила свою работу 31 сессия Измаильского горсовета. Депутаты в частности утвердили отчет финансового управления о выполнении городского бюджета за 2012 год. При этом на сессии прозвучало, что доходная часть бюджета в прошлом году составила около 293 миллионов гривен, а плановое задание по этому показателю было выполнено лишь на 87,8%. Главными причинами подобных результатов стали нестабильная работа Измаильского морского торгового порта, украинского дунайского пароходства и существенное сокращение в связи с этим поступления налога с дохода физических лиц по этим предприятиям. Вот как прокомментировал на сессии эти факты измаильский городской голова Андрей Абрамченко. «Я считаю, что в сложившихся обстоятельствах городской совет сделал максимум возможного. Даже при невыполнении показателей по доходам нам удалось привлечь средств в городской бюджет развития больше, чем в предшествующее десятилетие. К тому же хочу отметить, что несмотря на напряженную ситуацию, в прошлом году мы выплатили зарплату работникам бюджетных учреждений в полном объеме». Сессия также приняла решение о предоставлении административных услуг Измаильской райгосадминистрации через Центр предоставления админуслуг Измаильского горсовета. В связи с принятым решением общая численность Измаильского горсовета и его исполнительного комитета возрастет на три штатных единицы. Среди особенностей прошедшей сессии назовем факт непланового перерыва в ее работе. Связан он был с тем, что к зданию горсовета прибыли участники митинга протеста портовиков, который в минувшую пятницу проводился возле ДК имени Шевченко, но потом переместился к стенам мэрии. К участникам митинга вышли городской голова Андрей Абрамченко и секретарь горсовета Евгений Пундик. Игорь Огнев, Веб-студия Курьер.